Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и если вы посмотрите на тот стол, который находится передо мной, может показаться, что мы ограбили какую-то водокачку, где находился главный склад Vans. Это не совсем так, но действительно в магазине Squat огромная, просто огромнейшая поставка Vans, и поэтому сейчас попробуем рассказать вам о большом количестве моделей, которые пришли к нам в магазин. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Вообще, конечно, когда я увидел вот это вот великолепие, огромное количество моделей, сразу же предложил сделать ролик в стиле ликвидация всего 15 дней. Цена снижена, бренд Vans объявил о своем закрытии и распродает все свои остатки. Но это, понятное дело, не совсем так, но очень приятно, что Squat постарались и привезли большое количество действительно разных интересных моделей Vans. Как что-то интересное, так и неубиваемая классика, и поэтому быстренько постараемся рассказать о том, что у нас приехало. Модель, которая принадлежит скейтерше Лизе Арманд. Мы немножко рассказывали про ней в предыдущем обзоре, когда говорили про коллаборацию Sailor Moon, но кроме коллаборации здесь есть еще и несколько расцветок этой модели, просто обычных, без каких-либо коллабораций. Есть что-то такое прям очень для девочек, вот с таким похожим на сатин материалом, что-то прям скейтовое в шашечку, что-то черное для хардкор панк скейтбординга. Но, в общем, такая очень интересная модель. Она мне показалась напоминающей классические скейт-хайи, но действительно очень легкие, очень такие тонкие. Я думаю, они идеально подойдут как девушкам, которые занимаются скейтбордингом, так и ребятам, которые реально искали высокие модели, но чтобы они были все-таки для которых в скейт-хайе остаются модели слегка массированными. Порядка пяти расцветок здесь есть, поэтому заходим. Кто хочет поймать остаток сезона или планирует улететь в какие-то жаркие страны, стоит обратить внимание, что и большое количество моделей Vans Slipon также представлено здесь. Причем есть как модели на каждый день с обычной стелькой, наша любимая игра, когда я достаю стенки, даже как бы наврал вам, ребята. Нет, Slipon, которые представлены, практически все, они идут у нас с поп-кашем. И плюс еще вот в этой серии с шашечками, про которые мы рассказывали, которая сама делает все из таких более прочных материалов, с более даже прочной и более устойчивой стелькой, тоже здесь есть. В общем, тоже смотрите, для ваших поездок в жаркие страны самые ваши любимые Slipon тоже есть. Далее, какой же обзор без Skate Hive? Одна из моих любимых моделей, одна из моих любимых, наверное, расцветок белая и красная с черным, тоже в коллекции Pro, тоже в большом количестве размеров. очень классные, очень крутые кеды. Так как они белые, можете брать фломастеры, писать на них все, что угодно, благо сейчас это, мне кажется, очень приятно и очень нравится. Другая модель, которая относится к золотому фонду скейтбординга, которая относится к золотому наследию бренда Vans, это модель Half Cup, известная модель Стива Кабалера, слегка, так сказать, обрезанная. Хотите, потом как-нибудь про нее более подробно расскажу. Тоже большое количество расцветок, как таких вот ярких, с неким таким ретро-флером, на мой взгляд, с отсылкой к 70-80-м годам. Кто смотрел старые рекламы Vans, те, конечно, это сразу заметили. Так и более солидные модели, черные, прошитые, кожаные, плюс еще и с Gartex. Мы рассказывали про мембраны, мы рассказывали о том, как Gartex важен для тех, кто хочет себе надежную, непромокаемую обувь как раз на осень и, может быть, даже на зиму. Пожалуйста, ваши любимые Half Cup есть и в таком варианте. Вот тоже, кстати, очень интересная расцветка. Здесь уже даже немножко такое по-богатому, слегка таким, как будто бы крокодиловой кожей. Хотя, конечно, это не крокодиловая кожа. Для кого Half Cup кажется слегка все-таки высокой моделью, пожалуйста, есть ваши любимые олдскулы в слегка тоже таких вот крутых расцветках, в расцветках классических для скейтбордического катания, как я его называю. Плюс модель Гилберта Крокета, тоже не самый частый гость на наших прилавках, тоже немножко похожа как на модель Лизи, так и на модель Скейт Хая, но тоже со своим таким особым флером. Тоже хочу добавить, ребят, что далеко не все расцветки мы собрали. Расцветок действительно очень много. Размерный ряд очень большой, поэтому если у вас очень маленький или очень большой размер, или там вы ищете для девушки своей, для сына, может быть, или дочери кроссовки, проверьте, вполне вероятно, что много кроссовок как раз в вашем размере вы найдете. Еще две модели, про которые хочется рассказать. Модель Рован, тоже недавно появившаяся, про модель, кто-то называет ее не самой удобной моделью, кому-то наоборот кажется, что в ней есть все, что так не хватало в простых, например, олдскулах, но модель действительно интересная, очень прикольная, плюс еще вот такая вот просто классическая, можно сказать, классика модель Сид, с еще старым логотипом Вэнс. Я очень хорошо помню, как в 90-е годы Вэнсы именно большинство выходили именно с таким логотипчиком, и у меня для меня это отсылка как раз к старым вот этим временам. Практически все модели идут у нас с профессиональной стелькой, с вот этой вот очень хорошей амортизацией, поэтому если вдруг кто-то вам рассказывал, что в Вэнсах в этих ходить неудобно, пятка, кеды, нога, болит, все плохо, к этим моделям практически это не относится. Но опять же, если вдруг вы найдете среди них какие-то модели не с простелькой, а с обычной, вы, скорее всего, видели наш обзор на очень хорошие ортопедические стельки, которые тоже есть в магазине Скотт. Еще раз повторюсь, это далеко не все расцветки, еще раз повторюсь, огромное количество размеров, приходите, примеряйте. Это действительно склад Вэнс, это никакая не ликвидация, но учитывая какие приятные цены, и учитывая то, насколько часто спрашивают в магазине про Вэнс, скорее всего, практически все они будут, так сказать, ликвидированы в самое ближайшее время. Поэтому можете даже переключить ваши YouTube-каналы, но только для того, чтобы подняться, поднять свою задницу и прийти к нам в магазин. Это Скво от Мазафака.